Дельфийские игры Подробнее об этих играх, потому что, как я знаю, название, даже из самого названия исходя, название это еще древнегреческое, и если мне не изменяет память, даже сам Еракл заложил эти игры, поэтому вот такая преемственность, не то что поколение, а эпох, переходящие наши актюбинские соревнования, очень интересно, поэтому хотелось бы подробнее узнать, о чем были сами игры. Ага, спасибо, правильно говорите. Сегодня для актюбинской области был очень насыщенный день среди молодежи. Сегодня в актюбинской области проводились первые отборочные национально-молодежно-дельфийские игры Казахстана, то есть ребята в возрасте от 15 до 21 лет показывали по 19 номинациям свои возможности по этим номинациям. Кто-то показал, кто-то как бы в следующем году, может быть, войдет призеры. А эти дельфийские игры мы распределили по учреждениям, то есть на базе музыкального колледжа, городского дворца школьников, Казахско-русского международного университета, далее в Центр творчества проводили эти дельфийские игры по номинациям. Общее количество по актюбинской области 98 заявок. А сколько вообще участвовало там людей? И вы расскажите, я знаю олимпийские игры, где люди бросают копье, в классическом смысле, бросают копье, бегают на время и борются. Ну это классические греческие игры. А дельфийские игры у нас, какие дисциплины там присутствуют? Если остановимся по дисциплинам, то есть сегодня ребята показывали по дисциплинам это фортепиано, скрипка, баян, народные инструменты, то есть это театр, академическое пение, эстрадное пение, народный танец, фотография, изобретительное искусство. И конечно же новая номинация в этом году и в прошлом году было, но в этом году уже ребята в этой номинации показали себя и уже большее количество пока дало заявок. Это тележурналистика. Что интересно. А вот получается, что дельфийские игры с олимпийскими не имеют практически ничего общего. Тут у нас скорее всего родоначальников не Геракл был, а Аполлон. Что интересно, из поселков были участники и были ли таланты, которые можно отметить? Я думаю, что в данном конкурсе, в данном, может быть, уже можно сказать, фестивале участвовали не только городские ребята, а области. Это активно приняло участие, я хочу сказать, отметь и, конечно, поздравить. Это Шалкарский район, Мартугский, Алгинский и Оилский район. Вот ребята этих районов показали себя на высоком уровне. В этом году они постарались, они нарабатывают каждый год свои ошибки, и в этом году уже они уже в призовых местах. Что дают эти игры нашей молодежи? Я знаю, что скоро дают здоровье. Что дают творческие... Дельфийские игры дают ребятам открыть их с другой стороны. Им дают возможность не только показать в области, а показать в республике уже. Победители этих отборочных туров, этапа нашей области едут в республиканский конкурс, который будет проходить в Астане 12 августа по 16 августа. Пять дней это будет проходить, и там же будет закрытие первого республиканских... А, одиннадцатых, то есть республиканских-дельфийских игр. Эти дельфийские игры уже проводятся 11 лет. В прошлом году это проводилось в Уральске, там в призовых местах. А в Тюбинской области, конечно же, есть третье место получили. В этом году мы думаем, конечно же, взять выше вторые и первые места, потому что у нас есть ребята, которые смогут показать. То есть наша молодежь очень одаренная, очень талантливая. Есть новые яркие звездочки в этом году, хотелось бы отметить. В каких вы считаете номинациях наша молодежь наиболее сильна на этих играх и наиболее сильно покажет себя в республиканских играх? Я думаю, во всех номинациях наши ребята показали очень хорошо, но сам я был номинацией эстрадное пение, и мне очень понравилось, что ребята с районов в плане профессионализма не уступали нашим ребятам, которые готовятся здесь, и у них есть чуть-чуть превыше возможности, если честно сказать. Вас я часто очень вижу, очень много проводите разнообразных мероприятий для молодежи, поэтому хотелось бы уточнить. Мы знаем молодежные центры, их немало в принципе, но ресурсный центр молодежи, немножко о его деятельности, потому что мы знаем в основном государственные учреждения, которые работают с молодежью. А вот ваш ресурсный центр, чем он отличается и его деятельность, основная деятельность? В 2014 году был сформирован, в октябре был открыт ресурсный центр по работе с молодежью не только в области, и в наших 12 районах, они сейчас реализуют реализацию, то есть работают реализацию молодежной политики. Предметом деятельности нашего учреждения является координация молодежно-общественного объединения, трудовых отрядов, учреждений образовательных, предприятий Октябрьевской области по вопросам молодежной политики. В целях достижения нашей работы мы работаем в следующих направлениях, это адресная работа среди молодежи, это адаптация сельской молодежи, психологическая и правовая помощь ребятам в возрасте от 14 до 29 лет. То есть молодежь в возрасте, в данном возрасте, в данном категории могут или прийти в наше учреждение, или же позвонить по данному номеру и получить психологическую и, конечно же, правовую помощь. У нас в ресурсном центре работают закрепленные психологи, юристы, которые в данном вопросе могут решить. То есть самая, если сказать, актуальная тема среди молодежи, проблема, можно сказать, это трудоустройство. В пределах компетенции наш ресурсный центр помогает ребятам трудоустроиться. То есть мы работаем без биржи, труда, узнаем список специальностей, по которым нужны ребята. И этих ребят мы направляем, они переучиваются по этим специальностям. То есть есть один, можно сказать, например, молодой парень закончил экономическую специальность, но по этой специальности он не работает. Ну, как и большинство экономистов, в принципе. Я у сам экономиста работаю журналистом. Да, вот. И переучивается, и сейчас в данный момент работает цеху. И неплохо получает. То есть, в принципе, он и себя нашел в жизни. Да, нашел в жизни себя. И, конечно же, такие моменты нас радуют, потому что мы помогаем молодежи. Уже видна наша работа. А чем вы отличаетесь от управления молодежной политики? Или же вы под подразделение управления? Управление молодежной политики. А, то есть мы, то есть ветка управления по вопросам молодежной политики. То есть ресурсный центр. Хотелось бы обратиться к телезрителям. Звоните нам по телефону 222-333 и задавайте свои вопросы. Как раз Алжасу, возможно, даже с просьбой о трудоустройстве. Ведь можно, да, позвонить сюда. И в пределах компетенции, и в пределах возможно. Кстати, в этом году какие вы уже провели проекты и какие проекты вы планируете проводить? В этом году были очень значимые и социальные проекты, которые мы реализовали. С 1 февраля мы дали старт молодежно-творческому проекту «Растар Жалнов», в рамках которого мы реализовали ряд мероприятий. Это творчество без границ среди ребят с ограниченными возможностями. Далее мы работаем среди рабочей молодежи. Провели конкурс областной «Моя профессия, моя гордость». Хотелось бы отметить, что там участвовали районники, которые работают в районных центрах. Это то есть СМПС, то есть в Мартуке ресурсном центре ребята тоже участвовали. И хотелось бы отметить наших ребят, наших районных ресурсных центров, которые совместно с нами помогли провести это мероприятие, чтобы дали информацию своим предприятиям, чтобы они поучаствовали. И были очень лестные отзывы, что они тоже могут участвовать, они очень талантливые, не только работы ограничивать, а участвовать в таких общественных мероприятиях. Спасибо. Секундочку, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день. Я бы хотела задать вопрос по молодежной политике. Можно в студентах устроить на работу, на лето, например? Вам поможет? Такая есть программа? Да, можно отвечу. Давайте, конечно. Во-первых, не представились. Я думаю, женщина, наверное, после эфира может позвонить. Позвонить нам по телефону, мы оставим свои контактные данные. Да, мы дадим. Далее, конечно же, студентам летнее время есть программы, которые могут задействовать их в работе. Это, конечно же, трудоустройство Жасл-Ель, студенческого отряда, который уже все знают, можно сказать, уже повторятся. И, кстати, уже зарабатывают с каждым годом все больше и больше уважения и денег. Ну а для людей простых уважения, потому что молодежь, они убираются, собирают, где-то сажают, то есть облагораживают наш город, в то же время получают деньги и в то же время украшают. Потому что вот смотришь на Ак-Тубе, с каждым годом он становится красивее. Не просто потому, что работают определенные ведомства, а от того, что молодежь, наверное, сама понимает, что вот я сам это убираю, я буду меньше потом старить, наверное. То есть данный студент может обратиться в свой вуз, где он учится, или СУЗ, или же к нам. Сколько примерно платит, кстати, Жасл-Ель? Примерно, если я не ошибаюсь, 40 тысяч. 40 тысяч, вполне нормально для молодого человека на лето. На лето. Я думаю, и не сильно загружает его в этом отношении работ. Три сезона. Три сезона. Выходные есть, кстати? В выходные, да, конечно же. Ну это прекрасно. Еще какие проекты у вас есть? Да, только что я остановился, это то есть мы работаем среди рабочей молодежи, среди вузов, СУЗов. Далее мы недавно провели такое масштабное мероприятие, первое в Актюбинской области, это турнир по стритворкаут, стритворкаут. Это что такое? Это ребята показали свои мастерства, разные трюки на турниках и на брусьях. Да, 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 слышал об этом. Об этом конкурсе мы узнали в прошлом году, когда проводили городской турнир, но там у нас было количество, если честно сказать, очень мало, и не было такого масштабного, может быть, оглашения или объявления. Вот это объявление, да, да, да. Не было такого. В этом году мы постарались уже взять масштабно, у нас там участвовали и районники, дали в социальных сетях, у нас есть свои странички в соцсетях, дали объявление, что такого-то числа будет проводиться данный турнир, там данный турнир нужны какие-то требования, там мы в двух направлениях проводили, это первое направление, это фристайл, то есть три творкаута, которые занимаются этими новыми направлениями уличными. И второй тур, это среди молодежи, которые тоже хотели бы заниматься, но в целях времени, недостаточности, да, они не могут показать такие трюки, но могут на турниках отжаться, может, 40 раз, 50 раз. Я думаю, это молодежь, явно, которая занимается 40-50 раз, может, потянуться. Хотелось бы отметить, что в этот день собралось 500 человек, молодежь, да, в этот, мы на базе средней школы номер 19 проводили данный турнир, и там было такое количество людей, которые узнались через социальные сети, пришли, посмотрели этот турнир, этот турнир, они, как бы этот турнир не турнир был бы, можно сказать, как фестиваль шоу прям. Но из этих 500 человек, сколько человек, вы вот в них были уверены, что они, ну, подтянулись все 40 раз? 20. 20 человек? 20 человек по второй категории, 20 человек. По второй категории? Да, а первая категория у нас, это ребята, которые уже занимаются по 3 года, по 2 года, этих ребят никто не учит. А сколько их было? Ну, их было 18. 18. 18 участников, да, их не учат, они смотрят через интернет, через пособие, и повторяют эти трюки на турниках. Но у нас нету, которые, как бы сказать, профессиональных тренеров, которые бы обучали этих ребят. А база есть у нас база? Где они могли бы обучаться? Базы у нас есть, потому что в каждом дворах есть турники, брусьи. Ну, наверное, для этого какая-нибудь нужна профессиональная форма или только турник и все? Нет, только турник и брусьи. Ничего особенного. Ничего особенного. И этим же он славится, что ничего с дорогостоящим. Спасибо большое. А у нас есть еще телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Могли бы сказать, с какого возраста можно обратиться в Заслый Ель и где вы находитесь на летнее время работы. Вот как раз. Можете на свой телефон искать сразу же. Я оставлю свои контактные данные. Для полной информации можете мне позвонить. 567044. Это наш рабочий телефон ресурсного центра по работе с молодежью. Меня зовут Уол Жас. Еще раз. Можете в рабочем моменте с 9 до 6. С 9 до 6, да? Ну, я думаю, у нас люди, вот видите, звонки проходят. Значит, интересуются, значит, хотят работать. Вообще, на сегодняшний день, кроме трудоустройства, какие еще проблемы интересуют молодежь? И насколько наша молодежь интересуется новыми веяниями в спорте, вот как вы сейчас говорите? Да. Хотелось бы сказать еще одно, можно бы сказать, удивление в этом году среди молодежи. Целенаправленно идут к спорту. Уже есть потенциал у ребят, которые смотрят через интернет, интересуются. и в данный момент через соцсети очень огромная, как бы сказать, сила, это социальные сети. Через социальные сети мы даем опрос, спрашиваем, какое бы мероприятие ты бы принял участие? Скажи нам. И здесь идет перечисление мероприятий. Вот недавно мы не только по спортивному мероприятию проводили, и даже провели по конкурсу рисунков. Несколько человек приняли участие? В конкурсе рисунков приняли участие 30 человек. В общем, участвовало 50 человек, но мы был отбор, очень такой был жесткий отбор. Из них 30 работ мы выбрали, и эти работы, этих работ мы выставили, выставку сделали. Спасибо большое, Олжас. Хотелось бы напомнить нашим телезрителям, у нас в студии был специалист ресурсного центра по работе с молодежью Олжас Омаров и рассказал нам подробно о Дельфийских играх, а также о других проектах, которые они продвигают и в которых активно участвует молодежь. Большое вам спасибо. Ну, а на этом мы завершаем нашу программу. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok